ну все вроде наконец закончен надеюсь такой проект хвастать особо нечем потому что почему потому что это не реставрация мне его притащили без колес сказали тогда сделать колес и все все остальное у него нормально но когда я его начал трогать смотреть пыль стирать я пришел в ужас и решил его все-таки подразобрать и чем дальше я его разбирал тем становилось понятнее что я делаю все правильно уж если бы он был так собран и отдан товарищу то есть один друг товарищ байкер подрядился сделать его своему другому другу тот и вот я так понял с деревни припер вот если бы он его в таком виде в том отдал не знаю в общем я решил спасать думаю ладно сначала у меня все упало потом не появился запал я решил этот мотоцикл спасти и соответственно спасти дружбу этих чуваков то бы он сказал какой-то нахрен друг что-то мне сделал что ты мне притащил потому что он бы просто не работал если он даже завелся он бы скором времени просто заклинил вот начнем с колеса переднего трос слишком длинный стоял тут этот не очень короткий короче хотя бы я его герки из гаража достал из подвала помыл почистил надел кембрик термоусадочный с клеем и обжал работает самое главное вот покрышки старые советские для переднего колеса какая-то не знаю какие их ставили камеры тоже старые советские но хорошие одна у меня была одну герки тоже с подвал достал шиномонтажки заплатку завулканизировал обе хорошо держит нормально покрышки наделись неплохо я думал они будут сопротивляться поскольку жесткие не новые но ничего даже даже я бы сказал полегче наделись чем новые какие-нибудь митосы здесь вот такую удалось достать то есть она не ставилась но но все равно уж конечно время свое берет не очень мягкая станислав подогнал спицы я же как рассказывал родные не пили от альфы все метчиками плашками пришлось это мои первые последние родные спицы на 49 говорят лучше их не ставить поскольку они любят лопаться они какие-то жесткие в них на много углерода колодки тормоза зверь колодки перек не то что переклипал на винтики м два с половиной посадил материал хороший смотоков вроде китайский такой черный цепкий единственное за что ненавижу эти колодки вот что на этом что на и жахст с железным барабаном у них очень мало толщины дается на колодке заложено то есть ставишь вроде четырехмиллиметровку потом еще стачиваешь хрен знает сколько потому что заклепка опять не так далеко остается в общем не знаю зачем они так делали свое время так что это все ну ты знаешь все было уже крашена для меня я только наклеил цировки у меня комплект лежал какой-то четыре свое время забраковал и вот очень хорошо что он тут пригодился цировки наклеил спидометр там уже была до меня наклеена наклейка и она с годами испортилась я уж скачал в интернете и распечатал у себя на наклеечном тоже материале вот так ничего не знаю насколько хватит белая стрелка белой краской задул нормально фаре чуще интересного а то что фара пятьдесят шестовская и они тут ее там снизу заварили все сверху зашпаклевали так даже и не скажешь и поэтому здесь есть патрончик подсветки спидометра конечно я не люблю когда что-то пустое предусмотрено заводом остается естественно я сделал туда лампочку провод замастырил и теперь подсветка есть работает так же прям ярко супер ничего должна есть должна быть значит должна работать обязательно вот блин вот то что вот вообще был покрашен на хрен на чем как будто такое ощущение как будто до этого была нанеса полимер как вся какая-то изодрана и сцарапаны поверх него серебрянкой шибанули в общем пескострую сначала я вообще хотел все что должно быть хромировано этот руль был черный кронштейн и черный какие-то винты стояли вороненые с шестигранником вот я решил да ну ладно раз хромировать не хотят там рублей на 150 бы наверно вышло на весь мотоцикл вот ну хотя бы думаю сначала оцинковать хотел нарвался на нерадивых оцинковщиков потому что ради вы и погорели они только еще в марте может быть откроются этим я напел сначала и мы все считаем все ништяк делаем отдал недели проходит звоню не сделали со следующей начнем опять недели проходит так три недели в общем что когда сделали я уже говорил как там были недооцинкованные детали вот какие оцинковались те оставил такой немножечко он желтый желтенький зеленоватый пожалел а что я конечно не отдал в чебоксары гриша там прям не цинк огонь какой-то белый при белой вот эти гайки тоже все это оцинковано и соответственно цинка получился не очень какие-то с прожогом какие-то ну я решил покрасить полимеркой под хром такой краской красит диски для машин самое главное есть видео ю тубе там чувак урал восстановил как он там каждый винтик какие-то что-то опускал в кислоту зачем-то в итоге он собрал вроде все огонь ярко блин тоже несоответствие там где-то ступится зачем-то в какой-то красно-бордовый металлик зафигачил и самое главное я так понял тоже нихрена не перехромировал у него вот эти вот и глушитель ура ураловский тоже помогут в такую полимерку под хром покрашены ну а всем чё им главное видео красивое как он там каждый винтик потом смонтировал обоссались просто все 50 лимонов просмотров набрал а нихрена не хромировал ты сделай нормально хромируй тогда я тоже лайк поставил так нет не люблю здесь бы сделал если бы моя воля была но я сделал все что смог так сальники самое главное родные стаканы спасибо полякам делают туда прекрасные сальники них то есть это делает этот во первых родные эти стаканчики можно ставить что делает их многоразовыми как они в принципе должны быть вот окно рукоятки самые дешевые резинки эти тоже рычаги троечные не троечные не родные к сожалению ну ничего все же работает нормально подшипники вот когда-то уже начал все разбирать тоже не пожалел что тут все разобрал подшипники внизу стояли две наружных обоймы под одной из них какое-то кольцо из проволоки было видать что вот этот за это не задевал но я сейчас регулировочные спецшайбы сунул все нормально подшипники у меня были выбрал там получше шарики каждый микрометром подогнал подшипники не первой свежести но тут они хватит на этот мотоцикл нормально шильдик уж для фирменности у динки бабанова взял потихонечку дальше идем в общем вот я решила говорю вот что что должно быть хромировано ну пускай хотя бы цинковки будет либо вот в краске под хром либо в цинковке тут стояли тут стояли спонтовые болты шестигранником век свечи лампочки спицы запасные там же будет этот зарядник лежать еще владельца так 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 идем по порядку так с баком вроде больше ничего интересного резинку у меня тут внизу вот под этим кронштейном я так и не понял что там должно быть какие четыре отверстия видеть что туда какая-то прокладка прикручивалась вот не знаю это родная родные отверстия или кто-то поселил но я просто туда резинку толстую наклеил нормально так декомпрессор оцинкован притерт уголовки вот здесь было ребро так некрасиво сломано но я его так отточил закруглил все что смог сделал цилиндр красили до меня срезали все ребра видать они были в плохие вот гайки тоже у меня валялись кстати пригодила хорошо подачу от пригождается и даже немножко за это денег можно взять карбюратор не знаю где взял человек новый практически следов на нем из носа я не нашел эти вот резинки по 10 рублей греша где-то взял очень похоже на родные не родные но вообще как будто тут и были всегда это игры всех мелочей до хрена и вот потеряли допустим деятели вот такую гайку и все одно вот нашел во второй пришлось взять m5 рассверлить и поехать к товарищу на дубравную только у него такие метчики есть м6 мелкой резьбой свои бы иметь дод не нужны это обычно бывает вот тоже не могу я без гаечки оставить сам себе этого не прощу вот на сапун для такую штуку взять квадратные даже вниз не понял я с чего ее можно сделать нет меня такого колпачка вот возвратной пружины отсутствовало механизм сцепления так сигнал хоть и не родной зато какой красивый а самое главное мощный седло кстати вот здесь вот я себе одно такое седло взял думаю про запас пусть лежит начал собирать не разобрался сначала потом понял что вот эти кронштейны вот тут они стояли то есть пришлось своего комплекта сюда для переднего ставить сюда для заднего я поэтому лишился сейчас полноценного сиденья то есть вот этих кронштейнов меня сейчас нет у меня есть только для заднего а с ними это седло еще больше так назад завалено как сломанный хвост у курицы цепи защиты купил вы как и немножко отрихтовали шпакали нули пойдет обязательно всем призываю всех делать все как следует а то накрасят и довольна у самих там все криво косо втулочки вот сюда же надо заказывать новое если она прикипела высверливать и чтоб токарь новый вытащил понятно что токарь не любит такой хернёй заниматься вечно пытается отмазаться но уговаривать надо как-то чтобы был минимальный все было ровно ножки тоже две штуки на задних валялись вот тоже хорошо пригодились тоже вечно ножки у всех кривые их мало того что тисках выпрямляешь вроде ровные ставишь на место все равно немножко в сторону смотрит вот я их тут догибал потом маленькой трубой что уж совсем было нормально задние амортизаторы конечно все внутри изношены маслом не больше никогда не будет говорят что дескать масло даже в новых хороших амортизаторах любят вытекать но я не знаю есть опыт ремонта таких если они в хорошем состоянии внутри все нормально покупаются польские сальники ничего вроде пока не текут вот товарищ так сделали вроде нормально все материал хорош чтобы такие маленькие там такие внутри которые трубка ходит вот я же рассказывал что здесь пришлось плохо приваренную кем-то втулку криво растачивать более ровно чуть не полностью ровно вышло но ничего там же ось стояла какая-то все изнасилованы напильником все источены то есть новые вытащили самое главное вот не зря один токарь отказался который втулки точил а вот в другим фрезерный все вот кое-как я от них тоже добился и не зря потому что этот маятник стал более ровный без люфта новую ось новые втулки а то когда я первый раз разбирал тут все так было перетянуто в одну сторону подвеска даже не ходила мало того что все эти были амортизатор там засрана песком со старой смазкой еще и криво состоялась изов затянута туго что они не ходили а теперь вот работает подвесочка то не зря были мучения все нельзя делать так заплетно до конца прогонять так натяжитель к сожалению родное у него что доработал свою функцию выполняет и ладно при на 49 вот все так как-то все близко вот прям еле-еле не задевает никаких не исправил что тут звездочка ну конечно как у всех сорок девятых понож но не до лысо не до лысо на этот мотоцикл и хватит на этом мотоцикла этой звезды хватит а так есть опыт изготовления новых вот отверстия какие-то непонятные ну кем-то когда-то просверлен заглушил просто болтами чтоб дырки дырки как-то хуже смотрится чем даже болт резинка новая сиденье заднее новое куплено и перебрано конечно же весь крепеж оцинкован так 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 задним колесом от у сорок девятых только заднее колесо только не колясочной ступицы позволяет поставить обод от ижей которые 56 кончая двойками то есть у них спицы в одну другую сторону распицовка поэтому спицуется одна сторона как обычно а вторая зеркально и вот только задние потому что у меня не было обода вот на передней кое-как нашелся тоже не самый лучший с нужной спицовкой а вот сюда и ну не нашлось мне хоть и обаду в кучу надавали но нет и все либо кривой либо эти отверстия все разбиты каким-то толстым ураловским спицами и вот сюда я поставил обод от 56 или планета там юпитера просто в другую сторону видео нашел один чувачок так здоровый алгоритм разработал сборки заднего колеса так блин его так тяжело собрать оказывается а тут прям все как по маслу прошло вот так цинк глушители тоже конечно же на родные 30 с лишним тысяч никто сейчас не захотел отваливать проект крайне бюджетный сказано было типа сделай ништяк ну как ништяк чтобы работал что все было ровно красиво но с минимальными затратами но даже минимальные затраты потянули там по уже под 90 вышла с моей работой заработает тоже не так много взял возьму уж я-то думал за три месяца управлюсь а тут все шесть вышло пока токаря ждали пока вторых токарей ждали пока с цинком тоже вот попала разобрались вот у меня как раз вот случайно вот у меня лежали эти глушители двоечные троечные вот и за них немножко денежку взял и соответственно вот эти вот трубы тоже который мне заказал мотоцикл тоже лежали гривен ништяк ровненькие тоже хотел зацинка зацинковал сначала но цинк то плохой серебрянкой покрыл потому что полимерка то вряд ли выдержит температуру не стал экспериментировать меня вот на юпитере полимерка в этих местах немножко желтить начала не знаю может этот лак автомобильный желтит на видео не видно цвет голубой черный бы не видно было вот этот немножко желтит и потом еще тоже случай был у меня это мотоцикл угоняли гонщик бомб алкоголик пока катался на тормоз похоже жал у меня тоже вот хоть и полимерка появились пятна начала колупаться пришлось тоже колесо разбирать перекрашивать а так держит лучше конечно полимерка чем обычная краска температура например вот эти они они сильно не нагреваются вот они тут заварены шпаклеваны полимеркой покрыта и они не сильно нагреваются мне кажется градусов 70 ничего не будет уже проверено вот и значит вот эти глушители пришлось поставить конечно же с ними нету таких фирменных хлопков сорок девятовских божественных ничем не сравнимых тоже по моему неплохо хвосты в них тоже блестят прям как у этого 49 и это вот не огурцы я их называю конусами огурцы вот они вам неправильно огурцы вот этот вот он огурец сам настоящий а тут все-таки он конусосъемный все внутри чисто прожжено промыто а там кстати не грязно странно был из герк когда давно купили сначала 56 стояли не вот поэтому пришлось и кикстартер вот такой мой любимый кстати экстартер с хорошим загибом чтобы он не задевал а то ведь у родные родные 49 ски от которых мал маленький угол даже они даже за трубу 49 я вел задевает и все вечно их там все стертало здесь до конца пропинуешь не нравится не 49 ски кики такие люблю вот самое главное что интересно повезло что здесь значит этот крепится глушитель а здесь думаю надо тоже как-то подкрепить думаю нам какие-то пластины придется вырезать гнуть болты купил а потом смотрю то у нас же это вот и нету тоже на централку тоже никто денег не дал без нее жить можно и вот это значит крепление глушитель вы прям напротив болта центрального упора нифига себе пришла шпильку купить 90 рублей и вот так вот резьбу закрыл этим кембриком и позволил это отрегулировать отрегулировать значит положение глушителя чтобы и подножка не сдевала за трубу и что кикстартер тоже не сдевал то и он не может конечно пришлось подогнуть вопрос получил шикарно я доволен сегодня там константин написал что дескать как так подножка откидывается ногой за рычажок а чё тут такого сложного ничего нет опять же призываю всех делать втулки заказывать токарям я сам когда-то долго ездил не знал что у меня втулка там прикипела она сначала прикипает потом зализывается так что ее вообще не видно кажется что я нет кажется что тело подножки упора ходит по болту и вот я думаю блин у всех такая есть у меня тоже должна быть начали рассверливать стокарями точно высурули нахрен вот и точится значит втулка чтобы минимальный был люфт и втулка должна быть длиннее ну на пол миллиметра маловато на 0 7 на где-то оптимально чтобы она была длиннее чем тело упора все и она вставляется так затягивается и получается упор скользит по втулке как и должен быть и поэтому у меня на всех мотоциклов без проблем вот так откидывается это же круто так подъезжаешь такой дыр 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 и так хопа немножко задевает заглушитель вот так что не ленитесь заказывайте втулки где чего какой люфт старый выкидывайте доказывайте новые так это я забыл сказать втулки текстолита тоже новая сидят туго трубы внутренне как мог выпрямил на прессе потом в токар нажимал немножко шкуранул ну там все равно конечно выбоина всякие царапины не уйдут а куда делаться ладно вот и когда мне сказали этот значит говорит товарищ ты горит двигатель княлась там все нормально мы его заводили он работает а я пропину вы значит его и так вот это когда мы обычно пропину так и слышим колебания остаточные инерция маховик тяжелый ту 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 а тут нихрена и все причем так все туго достаточно и вот значит мало того что винтики были слишком длинные укрепления прерывателя их там буквально миллиметра на 3 сделаешь длинше и все они начинают царапать якорь ну вот они тут доцарапали так что даже коллектор вздулся волной пришлось тоже токарю его сравнивать вот так с винтиками очень аккуратно очень внимательно чтобы они не выступали за внутреннюю часть генератора вот это первое ну а самое главное было если начал разбирать значит сначала снял цилиндр но вроде ничего не сказать чтобы там как-то сильно присильно поршень износился я его решил только кольца поменять потому что сверху вроде задиров ничего нету снизу немножко есть конечно из нас но ничего для того чтобы он заводился ехал этого хватает вот с коленвалом конечно кто-то накосячил троечный коленвал кто-то когда-то из какого двигателя выбивал бил по левой оси цапфи половина коленвала вбил ее внутрь аж вылез этот значит это полуось вылезла внутрь коленвала стала шатун стал за нее задевать молота это тоже расклепалась эта конусная часть и потом обтачивал они значит раз раздвинули эти половинки коленвала чтобы не задевала кое-как запихали ты так что коленвал щеки коленвала половина задевали с начали задевать за картер вот я ждал на все коленвал хороший такой коленвал в плане того что у него что верхней втулкой люфта нет с пальцем что внизу этого радиального люфта нет нижней головки нижний подшипник шатуна но вот отдал коленваль щеку он распрессовал обратно это полуось выдавил чуть-чуть там он ошибся но ты из-за того что подшипник был надет слева я вышел положению с шайб шайбами из положения вот и обратно все запрессовал коленвал тем самым спас от лишних расходов тоже тоже я думаю коленвал у меня тоже лежит думаю его придется отдавать не хватало значит кольца это кольца колес не хватало одного по моему соответственно и ведомого и ведущего сцепления тоже все но этом поставил добавил все сделал подшипник там один заменил коробка тоже по мне правильно была собрана кольцо упорная у вторичного вала подшипника было лопнуто причем не сразу заметил плана заметил зачем-то крышки полирнули хотя бы их лучше и самое главное чужалка зачем-то сточили эти вот ребра ребра вот здесь должно быть сатурном значком ночью я сделаю какой далее так так собрал чушь теперь самое главное что внутри все работает все нормально вот проводка тоже все перебрал кембрики новый в чпдп купил обязательно везде массовый провод проходит каждому потребитель вплоть до того что даже идет массовый провод чтобы кнопка надежно соединялась соединяла но так называемой массой сигнал потому что сквозь полимерку зачастую ток не проходит проводов кажется что многовато но это только потому что я решил если в провод идет чтобы он в каждом в своем индивидуальном кембрики до конца дошел до нужного пункта назначения чтобы не было чтобы не было ни единого разрыва в кембрики вот так бы конечно купил готовую проводку либо делал как это как положено там мы конечно все было в разрывах пусть так будет так вот красиво надежно как в танке потому что будущий владелец вроде как танкист вот и значит фонарь вот такой был смысла искать новый не было ой родной так что это перекрасил и купил стеклышки вконтакте страница полина иванова называется вот они конечно молодцы я до этого стеклышки покупал были они какие-то были мутные какие-то шершавые шероховатые а тут вот этот вообще не отличишь даже внешне не то ли полирует то ли лаком покрывает от минералки родной не отличить заглянем сюда я очень доволен минералка родная хорошо делать мне понравилось эти то-то мне у них не очень нравится сейчас принят уже расскажу а вот эти его значит фонарь который имеет съемное стекло с этой железочкой я так понял у них вот этот треугольничек из белого пластика и покрыт был изнутри красным лаком от него правда ничего не осталось вот и приобрел но когда этот покрыл лаком тоже ничего получилось нормально красненько и вот ложил в ураску пил пускай стоит зато в одном цвете до этого стеклышко пытались врезать очень криво отражатель от детского велосипеда советского соответственно я так понял вот это напильником точили когда стеклышко вставил она был тыхалась пришлось загерметить потом не поленился обклеился скотчем малярным и задул краской под хром чтобы этого герметика не видно было пойдет нормально резинку дмитрия бабанова приобрел чтобы мягонько все сидела вот и поскольку здесь предусмотрен стоп-сигнал я уже говорил я не люблю пуст пустые места и поэтому вставил туда лампочку правил провод вот здесь есть кронштейн для крепления нижней защиты цепи который тоже никто покупать не собирался а лягушка у меня валялась и поэтому впервые на сорок девятом стоп-сигнал пусть будет раз так получилось чтобы лампочка пустого места не было в ней вот кронштейн крепления как снова бугель исчезли в неизвестно направлении канули но пришлось такую защелочку сделать из титана держит ладно немножко перестарался тут уже какие эти цировки вниз уходит тут я сделал по окружности забыл так лишних цировок нигде нет и там где они должны быть везде есть народ здесь хоть и это толком не видно теперь за проводов вот коробку все перебрал все прочистил все промыл пропаял зазоры выставил ведь ничего сложного нет вот все ясно и понятно зазоры есть и вот я уже показывал все заработал с первого раза сам удивился даже пружинки не пришлось подгибать поэтому тоже всех призываю по возможности оставлять все родное не ставить это богомерзкие генератор от минсков или там кинься эти дурацкие зажигания и вот же все же работает тысячи километров наши деды на них наматывали если туда шла вливые руки не залезали не служит достаточно долго потому что кто-то говорит вот аккумулятор чем аккумулятор все эволюция произошла аккумулятор прекрасный от бесперебойника все он там себе в этом живет спокойненько раз полгода вот эти клемм очки отсоединить вот этим вот зарядником зарядить все он никогда не обоссыться кислотой он никогда не потревожит он тихо если его время когда придет он тихо спокойно умрет в этой коробочке его надо будет просто тут достать и поставить туда такой же но желательно покупать фирменный вот у меня вот на планете panasonic с 13 года стоит и вот сейчас он уже стал сдавать летом он так высадился весь и вставил заряди как обычно зарядил и ничего сейчас думаю ну наверное все ему долго внимания не уделял но наверное опять сдох вот сейчас вставил ключ а он сигнал во всю сигнале там вот отлично еще то есть девять лет скоро будет плавно фирмен в горы panasonic фиам в крайнем случае дельту всякие ноунеймы не рекомендую они года по два вот а эти лет по 5 по 8 служит тут фиам сейчас стоит данный момент так что тоже крепление сам разработал можно было купить ну тоже во первых лишний расход у вторых и так пойдет никуда не денется марашечек так думал че еще рассказать крайне китайский зато он держит лучше чем эти родные они какие-то притрежут говорят соды надо еще не пробовал может когда ты попробуй притру ничего еще рассказать самое время конечно писать мне так вот и возвращаясь к тому что все должно а вот этот глазочек я так понял он тоже хотел то есть белого пластика на нем я тоже нашел как следы красного лака причем только изнутри как и на том и взял лак для ногтей пожиже разбавил и от одним слоем покрыл с обеих сторон сам главный перестараться и чтобы он не густой был и вообще мне нравится красненьким горит поэтому лучше когда здорово когда все от родное как должно быть от здорово же так вот пришел гараж меня чеку накачал насосал включаешь у тебя лампочка горит это так здорово же что-то почему-то мне в первый раз лучше запускался смесь обогатить что-то что-то и 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 Дребежит только вот здесь, вместо соединения, петля. Здесь, ага, ладно. У планеты все дребезжит. Всегда везде надо ставить, обязательно все затягивать, ставить гроверы. Иначе у планеты обязательно отвернется то, что может отвернуться, если не втянуть. Вот есть еще пятое положение, включая. Значит, это фара, это габариты, это просто работа. Потом четвертое положение, это значит у него стояночные огни. А пятое положение, работа без аккумулятора. Так, сейчас я загазану. Так, а что это? Так, еще раз попробуем. Работала. А вот на пятом положении работает без аккумулятора, как я понял. Ага. Вот. Якобы запускать можно с пятым положением, но у меня ничего не получается. Вот он только запустится, видать, ему нужен все-таки аккумулятор. Да, забыл еще рассказать. Значит, вот этот же... Этот регулятор, это вроде как P37, то есть вот здесь у нас два контакта, оно более надежно, лучше работает, следовательно, ему нужен генератор G36M. С дополнительной обмотка сопротивление на одной из катушек. У меня, к сожалению, такой не было, генератор там стоит более современный. Я сначала начал думать, что-то намотать, начал звучать вопрос. А там провод какой-то нужен какой-то магнезиновый. Вот еще хрен его купишь, я решил, думал, нихром намотаю, целый вечер мучился, отпилил изолятор от свечи, намотал, значит, на него с лаком этот, нихромную нить, всего полметра надо, чтобы было сопротивление 6-7 Ом. А потом понял, какой я мудак, когда в том же чипе-дипе сопротивление, вот такое маленькое, керамическое, квадратное, стоит 17 рублей, номиналом 6,8 Ом. Вот, чтобы этот регулятор работал полноценно. То есть там сейчас, в данный момент, стоит такое маленькое белое сопротивление, вместо той намотки на катушку. А так было дело, что мы и катушку даже меняли, другого генера ставили, ради этого сопротивления. А то без него нет гарантии, что хорошо заработает. Такие дела. Вот уже сейчас не помню, что еще хотел рассказать. Ну вот, лучший человек, вот, в принципе, не я один так реставрирую, не хромируя, вечно все жмутся на хром, потому что там десятки тысяч уходят, удовольствие не дешевое. Ну, че ж, 6 человек, че хочет, то получит. А так все ацировки наклеены, детали тоже покрашены, крепеж весь оцинкован. Еще раз зайдем, последний. Ну-ка. Сережа, молодец! Наконец-то выходит, Сереженька! У Сережи все получается. Друзья, пошли, Сереженьки. Сережа, молодец! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И да, лучше еще бензин вырабатывать каждый раз. Закрываем краник и ждем, пока он не заглохнет, чтобы потом не капал на двигатель. Ну, я все вроде рассказал, больше не помню. Даже жалко отдавать стало. Теперь еще больше 49-й захотелось. Но, зараза, он ведь столько средств потребует. Не потянул, наверное. А вообще, если ни о чем не мечтать, надо мечтать, может, и сбудется. Ладно. Спасибо за внимание, кто досмотрел.